приглашаю всех в мир цветных рисунков и сегодня цветными карандашами нарисуем такого симпатичного олененка начинаем рисовать эскиз нашего симпатичного олененка вначале я рисую первый глаз который очень виден второй глаз у нас скрыт но мы покажем где он тут расположен и здесь вот лоб и линия носа вертикально здесь будет нос вниз его мордочки вверх головы и это здесь будет ухо если эскиз не получается можно вытереть мы же рисуем тонкими линиями и попробовать еще раз второе ухо мы сейчас еще все подправим конечно же эскиз не получается очень красивый длинная шейка тельце хвостик здесь такая грудка немножко пока все очень приблизительно мы все все подправим не переживаете если что-то не получилось это ножка должно конечно быть все на одно надо постараться нарисовать чтобы ноги были примерно одной длины и заканчивались на одной поверхности нет сейчас вот так сделаем и 2 коленка немножко ну вот такой у нас получился эскиз теперь я возьму ластик вот здесь вот с ногами что-то не очень хорошо получилось я сотру но так что я вижу вот когда видишь 1 не очень удачные линии потом очень легко сделать лучше и изменить сейчас я вот стираю как бы эскиз оставляя все равно видимые линии но они не вот нам мешать сделать теперь все лучше и теперь я возьму светло-коричневый карандаш и обведу всего нашего олененка но теперь уже стараясь изменять те линии которые мне кажется не очень удобно делаю такими короткими штрихами останавливаясь смотрю что же можно изменить не так вот симпатичный получается у нас солененок нос и второе ухо грудка такой хвостик даже вот загнула его кверху обязательно нога согнутая в коленке где-то здесь копытца на одной горизонтальной линии у нас лапа окажется ножки ну вот теперь уже с этим можно работать теперь там где мы оставили круг по под глаз я рисую зрачок и оставляя светлое пятно блика для того чтобы глаз красивый получился я взяла темно-синий карандаш я заштриховываю зрачок а этот глаз у нас не очень виден я так ресничку только это покажу ну тогда здесь надо ввести показать ресничку беру коричневый карандаш но он тоже светлый он немножко темнее предыдущего нам понадобится много разных вариантов градации коричневого цвета и вот теперь будем потемнее цвета я сейчас покажу более темные места вверх головы и такую покажу как бы шерстку ухо делала толщину показала ухо внутри сделаю штриховку такую потемнее теперь вверх его спинки нашего оленя я здесь такие сейчас прорисую пятнышки у маленьких оленей светлые пятнышки это специальная окраска для того чтобы они это как бы имитация тени от листьев деревьев между листьями такие светлые пятна темные для того чтобы олень мог спрятаться вот я показала эти светлые пятна и вокруг прохожу штриховкой пока это такая не яркая штриховка мы сюда еще добавим более коричневый цвет пока это как бы первое приближение чтобы у нас олень был как олень теперь вверх хвоста мы делаем более темный они с хвоста у них обычно более светлый они когда бегут хвост подымают и ориентируются на белая вот эту часть хвоста впереди бегущего потому что когда бегут бы они очень быстро и бегут быстро и это помогает им сохранить направление куда бегут все так природа их создала теперь опять возвращаясь более светлому и сейчас просто за штрихую его лапы по колен живу вот наполовину здесь лапы тоже немножко покажу под мордочкой и заднюю лапу я возьму опять этот вот более темного цвета карандаш и немножко ее сделаю более темной по отношению к лапе которую мы видим нога которую мы видим на первом плане сюда немножко не добавлю и сейчас в темно-синим я добавлю копытца просто обведу их мы потом его закрасим другим цветом сейчас я тоже вот много немножко чтобы они не сливались вместе вот стоит наш олененок спокойном состоянии теперь коричневым цветом закрашиваю внутри копытца и сейчас начинаем работать с его мордочкой опять возвращаясь к светло-коричневым карандашу заштриховываю голову оставляя светлые пятна вокруг глаз не заштриховываю внутри ушей здесь переносицу возле носа добавлю потемнее здесь потемнее немножко и потом добавляю такой общий общий светло-коричневый тон теперь надо нос показать мы берем темно-красный карандаш и обведем нос оставлю здесь светлое пятнышко на такой блестящий нос а теперь темно-синим карандашом покажу вот эту часть которая остается в тени немножко обедом здесь вот по краю нос и конечно же его мордочку пусть он у нас улыбается немножко нет мы возьмем серый карандаш сейчас покажем здесь вот потемнее немножко потемнее под угол голову мой здесь можно даже копытца обозначить серым цветом получше вот более темный коричневый цвет сейчас добавим сюда налог вот я по форме лба делаю штрихи и тогда это нам поможет показать что лук выпуклый то есть внизу где самая впадина потемнее здесь клуб посветлее и дальше опять потемнее здесь ухо потемнее здесь вот тень внутри ухо можно или розовым или красным цветом добавить я сейчас возьму розовый цвет и внутри добавлю внутреннюю часть и немножко здесь добавлю розовый цвет теперь мы покажем опять коричневым карандашом добавим более темную штриховку вокруг головы для того чтобы создать объем здесь вот надо немножко голову подправить в день кажется ну и теперь возьму более темный коричневый карандаш и добавлю темный цвет вокруг пятнышек сразу видите как пятна заиграли такая защитная краска маленьких оленят здесь хвост у него с этой стороны более темный нога здесь в тени оказывается затем просто отведу ее в копытце добавлю еще опять коричневый цвет тело его в виду добавлю в копыта темный цвет хвост вот здесь вот надо наверное очень светлым серым бы я наверное вот серым я добавлю край чтобы было понятно там светлая часть у него здесь вокруг туловище потемнеет до обведем голову когда будете аккуратно старайтесь не выходить за пределы рисунка вот когда обведешь сразу на такой более яркий становится образ нашего олененка копытце опять я делаю и немножко сюда добавлю тени потому что чтобы видно была разница между ногами чтобы они не сливались чтобы нам исправить или добавить мы сейчас возьмем зеленый карандаш светло-зеленый карандаш и добавим цвет полянки на которой стоит наш олененок я бы наверно было бы и поярче облина глаза беру черный карандаш сейчас я поярче и вокруг этого светлого пятнышка видите сразу глаз какой живой стал ясничку наверно можно показать и нос часом видом добавлю сюда сразу он какой блестящий красивый стал ну что получился у нас очень симпатичный олененок я уверена у вас тоже хорошо получилось приходите в гости будем рисовать много хороших рисунков а если хотите побольше потренироваться или вам кажется что олененок у вас вышел не такой симпатичный откройте это видео и попробуйте нарисовать снова и обязательно получится намного лучше рисовать легко и весело когда вместе рисовать 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 Продолжение следует...